как то вот давайте все вместе на вопросики ответим под чипсики я так давно не ела чипса а слава любит чипсы и вот на тех вот на выходные с малыми лежали ели чипсы малы меньше меня съели чипсов и сейчас обалдеть я не высвечивалась нет я купаюсь да я купаюсь дайте посмотрим вопросы так а сколько лет родила я думаю что многие из вас могут ответить кто знает насколько я родила 20 лет я родила как в 20 лет это же ребенок но не так кажется извините конечно если кого-то обидела здесь 20-летних блин пиво не пью не пью алкоголь ну чипсы сегодня зашли просто обалдеть так во сколько лет родила над не очень да интересный вопрос давайте другое про уход за телом и за волосами волосы девчонки я мажу маслами разными у меня есть капсулы которые я втираю так у меня есть жесткий залысины если хотите я вам конечно покажу потом при свете с не видно будет вот я втираю туда на те места где поняли да залысина короче плешь это так неприятно сказано будет сейчас что у меня на голове сплеж вдруг меня смотрит красавчик какой-нибудь вот за телом у меня есть крутое но я покупала на бале несколько упаковок крема для тела но я не могу сказать что им все время мажусь не очень я любительница как и крем для лица вы знаете я не особо пользовалась раньше сейчас у меня обряд я обязательно должна намазать лицо маслом и обязательно обязательно я мажу крем 2 раза в день 1 раз день точно я мажу перед сном какой солнцезащиткой пользуешься зайка моя не пользуюсь солнцезащитным кремом но моя мама меня поругала и сказала что это неправильно вот послушайте мою мать которая выглядит шикарно она сказала что обязательно нужно на лицо наносить солнцезащитку тем более мама обожает загорать я не мажусь она мне вот поругала сказала чтобы я купила себя как часто бывают средства в жизни как ты с ними борешься вы знаете недавно себя поймала на мысли что у меня сейчас про похуде тоже поговорим поймала себя на мысли что когда я занимаюсь я у меня как бы не дать ни одна работа несколько да и я везде хочу успеть это неправильно одно дело когда ты спокойно к этому относишься но я начинаю все делать я очень быстро это узнать я и разговариваю быстрое мышление у меня быстро вот я делаю это не спокойно а нужно делать все в спокойствии нам женщина мы не мужчина вот я начинаю стрессовать у меня начинается прям меня аж потряхивает вот даже с инстаграмом знаете люди некоторые ведут свою инсту привет зайка он спасибо 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 вот и они кайфуют да ты это а у меня бывает порой знаете как будто через палку нужно потому что нужно вот отснять мне там с утра говорят то 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 вот девчонки ко всему относитесь спокойно потому что от того что мы нервничаем мы делаем хуже только себе и во вред своему здоровью для тела не могу подсказать так как я покупала на баллист свое средство и сейчас у меня не сушит кожу но в москве сухость конечно проявляется вот давайте как-то будет поэтому лучше не стрессовать вот у меня только в плане работы такое бывает а в плане чего еще может быть не знаю но так как от меня все-таки на меня работают люди и нужно я понимаю что от меня многое зависит ну что лиза остаешься в топсе так еще много вопросов девчонки вот еще много вопросов было насчет того можно ли приехать сюда в краснодарский край оказывается сейчас я не знала сегодня вот узнала наоборот будет будут ужесточать и если вы хотите за приехать вам по-любому две недели нужно сидеть на карантине будет вот и поэтому скорее всего до конца лета только так вы сможете попасть сюда поэтому я не знаю смогу ли я уехать москву и вернуться поэтому может быть я здесь буду прочитай пожалуйста это важно короче может быть я буду здесь эти три месяца так как как-то здесь получше тем более если границы не откроет до января говорят подскажи как похудеть май золотая я не могу похудеть у меня тоже какая-то проблема я пью много воды я немного кушала но мой вес я думаю даже на 100 грамм даже не сдвинулся поэтому нужно сдавать пойти мне нужно сдать анализы так как я думаю из-за того что я набирала его видели как я набирала я кушала много сахара скорее всего у меня что-то пошло не так вот так у тебя есть мч моя золотая ну как он мог появиться у меня на карантине я конечно же не против чтобы любовь была по видеосвязи там по эсэмэскам но нет у меня нет молодого человека вот потому что я сижу дома и как-то сколько весишь уже ужесточают так уже на вокзале даже проверяют людей я вешу 57 56 килограмм ну так немало так у меня не идеальная кожа мне наоборот сильные высыпания вот тебя больше нет чата для девочек есть почему не ведешь чат ну потому что я сейчас много времени уделяю у меня учеба курсы у меня так прошли еще курсы еще два курса прошли а то все так нравишься хорошая девчонка так чего там девчонки еще написали сейчас можно избавиться от растяжек давайте ответят девчонки которые делали на такие процедуры я не могу подсказать вам то что я не делала у меня есть растяжки но я знаю что можно с помощью лазера но не до конца если у вас они большие вот меня не не парит они маленькие поэтому я не знаю как окрашивание называется я не красила еще волосы без понятия у нас дома никто не сидит нас тоже никто дома не сидит все ходит без масок вообще всем все равно но мои подружки прилетели в сочи и сидят сейчас у вас в сочи в какой-то гостинице их закрыли на две недели какие курсы проходят курс уже прошли мои золотые у меня же теперь сайт есть мы сейчас будем его разрабатывать так как я набрала целую команду девчонки у нас разные курсы и можно еще отдельно взять ее у нас взять сеанс и психолога и татаролога и татаринга так подождите я читаю какой рост после родовой у меня сами затянулись после родовые но не у всех у некоторых девчонок очень большие растяжки слушайте у меня все связано с психологией с подсознанием я же мечтаю же когда вернусь в москву я хочу людей водить гипноз это круто мне нравится так сколько ходишь до следующего наращивания с ресницами это зависит от мастера обычно я хожу месяц где-то мои волосы очень короткие и но вы видели нет я фотка выложу для загара я вообще ним не пользуюсь я купила это масло потому что начала загорать я когда в марте начала загорать марте купила конечно же масло так как любое масло подходит на самом деле даже ваше масло которое дома вы заправляете еду подходит так масло отражает солнце и вы загораете лучше спасибо да мне нравится тоже но не все люди между прочим могут не поддаются гипнозу не все люди так так-то так пользуешься какими-нибудь средствами для роста волос вот рассказывала про ампулы что для меня настоящая дружба за что теперь сможешь за что за что теперь сможешь кого-то полюбить слушайте мне кажется нет такого что ты любишь за что-то человека да сейчас уже когда ты взрослая я могу сказать что сейчас я взрослая до этого я выходила замуж я вот вот в этот вопрос спросите мне зачем почему ты выходила вот как бы тяжело будет ответить не такого за что есть люди которых я уважаю за люблю конечно же за то что они ну я им важна в этой жизни да и они для меня что-то делает если мужчина для меня ничего не делать нет мужчины не интересен в принципе должен заботиться женщине должен а это у него в крови заботиться о своей семье вот если этого нет то мне парень мужчина не интересен я вообще спокойно кстати могу находиться одна ни с кем не общаться у меня за карантин такое сокращение женихов случилось потому что но не ну я человек вот я сегодня пришла сестру там порадовала подарила ей 101 роза да я люблю радовать своих друзей подруг я не понимаю мужчин которым нравится девушка они за ней не ухаживают для меня это очень странно ведь когда ты не знаю как у вас но если я тепло отношусь к человеку даже если мы только недавно познакомились с девочкой то хочется мне сделать ей приятное поэтому для меня очень странно когда люди не думают об этом ведь это всего лишь мелочь они говорят о грандиозных подарков о каких-то мелочах просто делать приятное так так что там у нас еще за вопросики о с ванькой вслушайте ваня кстати очень классный парень но он жесткий жесткий а я очень мягкая быть под ним начала бы так но настоящий мужчина он сильный но меня бы он задавил я бы не смогла с таким человеком он классный и он сильный вот он настоящий мужчина от него ты понимаешь что ты общаешься с мужиком вот я сразу когда он со мной ведет диалог и для меня вот я не могу с ним спорить он прав потому что настоящий мужик на проекте мало мужчин которые на проекте дом 2 так как перестать вестись на пиздеж мужиков девчонки вам открою секрет что иногда мужики сами верят в то что они говорят им кажется что например ну что вы просто для него все что вот он вас встретил он действительно хочет на вас жениться в этот момент ему кажется что вы любовь всей его жизни но когда они получают что-то вот у них голове переворачивается и они сами не могут объяснить это спрашивала своих знакомых ребят ну ну как они горят блин листно вот кажется в этот момент в эту секунду что вот я ее люблю вот все что вот все в ней идеально ну вот после получено вот хищник добился и все поэтому девчонки тут знаете как повезет рассмотри ванны да нет нет что у меня нет уже точно знаю кого хочу как хочу как бороться с тревожностью давайте поговорим как же бороться с тревожностью мне такое платье открытое мне кажется у меня просто я поэтому так вот лежу чтобы не дай бог у меня грудь не выпала как бороться с тревожностью честно мне бывает тоже панические атаки сами когда я пью много кофе но я так всегда сижу и принимаю это принимаю может даже мне даже где-то нравится этот мандраж верю ли я в судьбу я верю что мы сами проецируем вообще мы строим свою судьбу то о чем мы думаем то если вы не замечали в принципе даже то что в детстве вы хотели или мечтали для чем вы думали как вы будете жить это сбывается если вы чего-то очень сильно боитесь то у вас скорее всего это даже притяните к себе я в это верю потому что я живу именно так как я хотела жить что там у нас за вопросы еще спасибо за комплименты во сколько лет выходила замуж я думаю что нужно выходить когда рядом после 25 27 лет вообще самое но вообще после 30 не зря в европе знаете и рожают после 30 и замуж выходят женятся ты действительно уже знаешь чего ты хочешь как хочешь ты замуж вышла моя золотая развелась уже давно как год назад поэтому когда мне пишут что-то про моего бывшего там коник мужем не знаю общаетесь ли за живу стирана жизнь от как избавиться от этого ну ваша жизнь понимаете если вы живете стирана вам это нравится вас то устраивает когда некоторые люди жалуются что у них какие-то проблемы но и постоянно но и да но им нравится этой зоны комфорта если вам не нравится же стирана в чем проблема взять и послать его куда подальше и уйти потому что это ваша жизнь она такая короткая она одна поэтому тратите ее ой не стоит столько прекрасных мужчин вокруг нет вот столько прекрасных мужчин девчонки так ты надолго в сочи я живу не сочи я в городе туапсе даже по туапсе в поселке живу у нас классный поселок здесь нет людей поэтому вообще супер я здесь наверное на все лето если нельзя будет улететь в москву вернуться сюда то я здесь на все лето надо пойти хоть шлепки себе купить мне вообще здесь ничего нет так господи хотите посмотреть что пишут некоторые люди а будет видно кто пишет или не видно кто пишет это только я вижу вот как вам такие девчонки вопросики я на такие темы не общаюсь общаешься с людьми на карантине слушайте я не выхожу поэтому вот у меня друг приезжал такого нет что я там пойду и буду гулять сегодня я ездила на примерку платье отшиваем вот иногда то что ты задумываешь знаете вот ты задумал платье да говоришь какое ты хочешь платье и приезжаешь немножко на примерку не то получается думаешь на эти литка не так садится конечно есть нюансы в этом но мне нравится заниматься как бороться к неприязнью к мужчинам всегда ждешь подвох и постоянно ой да ладно что ты мне рассказываешь дружи мужчин уважаю никто не обижал и замуж не хочу мне далеко за 25 но вам далеко за 25 но значит у вас может быть в детстве какая-то ситуация отложилась и поэтому вы так реагируете на мужчин но на самом деле если вы ждете подвоха подвох и будет вы сами это все притягиваете все считывается все считывается оттуда вы проецируете себя на это уже подсознательно поэтому нужно думать не об этом о хорошем только хорошим девчонки самое незабываемое свидание встреч на самом деле самое незабываемое это мой второй супруг и так как он был все таки моим любовником наши встречи были незабываемые я против измены против измены сейчас я понимаю что это ужасно это плохо но это был крутой момент моей жизни и с ним были незабываемые такие у нас история потому что когда ты скрываешься в маленьком городе от всех вы сами понимаете я был такой свой некий сериал вот и мы скрывались и поэтому каждая встреча была незабываемая ну что ж 20 лет мне было в 20 лет я искала приключений сейчас конечно я понимаю что нужно другим заниматься было чем удивить мужчину когда спрашивают такие вопросы все люди разные поэтому я же не знаю с кем вы общаетесь и чем его удивить может ему нравится поэтессы и он бы хотел чтобы ему что-то рассказали как ты наполняешься положительной энергией как и наполняясь положительной энергией во первых нужно просыпаться и уже быть в хорошем настроении так как я живу на юге здесь солнышко я просыпаюсь выхожу на улицу попить кофе и уже мне обалденное настроение потому что солнышко дает энергию вообще нам женщина все что нас вокруг окружает наша природа дает энергия да и позитивные мысли мысли о том что скоро все это закончится и боже будет классно так девчонки сейчас какой краска веришь то что некоторые парни могут веришь то что некоторые парни могут не изменять мои хорошие я убеждена в этом что многие мужчины не изменяют так как я говорю что я изменила своему мужу в двадцать лет в тридцать лет конечно же я этого не сделаю поэтому многие парни тоже изменяют там по малолетству что-то видели в своей семье не так в осознанном возрасте ну не знаю как то мне кажется это говорит не очень хорошо говорит о мужчине мужчина который в принципе в этой жизни чего-то добился не только в плане финансов но он работает над собой он счастлив он полноценный ему не бегает туда-сюда понимаете мне кажется он не будет предавать свою семью и нести эту грязь только если конечно же на протяжении многих лет они живут там 20-30 лет и просто где-то на отдыхе в плане секса то может быть но я не мужчина я не могу понять мужчин поэтому как бы но я уверен что не все мужчины изменяют также как и женщины ты тут 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 осуждаешь если у девушки не получается если девушка не получается отношение и обернешься уже три парня а все не то как быть я как я могу осуждать никто тут все время говоришь про моих парней на проекте с которыми я жила из одного вышла замуж я такая ну четыре парня окей год у нас за три мне почему ты говоришь я еще об этом не говорила и почему нет в жизни бывает такой период когда вот например я одна полгода спокойно полгода ни с кем не общалась даже из парней уж не говорим про секс мы вот но после развода да я начала общаться с парнями и что у на проекте да я встречалась жила с парнями жила с ними из-за одного из них вышла замуж я же выбирала есть разные периоды в жизни и осуждать за них кто кто вас осуждает я не верю что нет человека который живет и он идеально таких не бывает осуждать могут только те люди которые нет своей личной жизни вот и уж явно они не счастливы раз они говорят о ком-то другом поэтому если у вас не получается построить отношения может вам нужно приостановиться и побыть собой мне это очень помогло побыть собой не нужно бежать и думать о том что вы без мужчины не можете существовать поверьте мне если мне кто-то подсказал в мои 20 лет что лист нужно вот сделать так то так то побыть собой узнать себя подумать чем это хотела заняться так далее так далее то я бы наверное по-другому жила но я не жалею то что я прошла но скажу вам точно приостановитесь подумайте и уважайте себя любите а в этом что такого нет бывает что мы ошибаемся подумаешь ну три парня господи у тебя быстро ушел живот после родов я не помню не помню честно как справиться с расстоянием когда любимый далеко границы закрыты я думаю что нужно не загоняться в принципе чем-то заниматься а лучше всего заниматься вместе чем-нибудь по видеосвязи слушайте кто-то меня украина украина мой любимый привет не ставьте курс что ты дура нет жаль вот такие сообщения вот-вот а можно я отвечу на одно просто не читаю да сейчас вы тогда пишите что кто-то дура или дурак вы вообще как вы думаете что вы умный в этот момент или что вы показываете нам сейчас что делать если чувство к парню но понимаешь что он тебе не пара а как вы понимаете кто вам пара кто нет мне кажется когда у вас есть чувство вы не думаете о таких вещах когда есть действительно настоящее чувство а это значит у вас не чувство симпатия может быть какая-то есть может вам скучно нам женщина когда скучно мы всегда придумываем себе симпатия но типа нам так класснее быть немножечко чтобы нас было чувство влюбленности вот поверьте если парень вам очень нравился у вас были бы к нему чувства он было бы даже вам было вообще глубоко он извиняюсь грубо скажу насрать так как ситуация с вирусом топса не хочу обсуждать вирус но я в него как-то не особо то и верю но я верю что он есть но что не настолько он серьезный насчет с того что сделала я грудь могу сказать сейчас я начинаю вспоминать себя насчет тяжести груди сделала игру такой же у меня была размером поэтому я не могу сказать что что-то вот мне мешает то что она растягивается и будет растягиваться это сто процентов у меня такая кожа и поэтому конечно же после родов я собираюсь сделать я буду вытаскивать импланток у меня свою грудь я поправилась как бы понимаете до пятый размер это значит где-то три с половиной будут размер у меня тройка три с половиной шикарный размер и думаю что после родов я вытащу импланты представляете к чему я пришла я на тот момент когда делала грудь весила мало хотя у меня размер груди я пришла был там 32 с половиной до другая грудь и он мне предлагал сразу не вставлять имплант а просто сделать подтяжку я отказалась так хотелось чтобы у меня грудь конечно же было такого же размера как была до но из-за того что я не понимала какой у меня вес конечно же вот я сделала грудь и после операции не знаю там размер какой у меня был три с половиной хорошие такие стоячие груди да но я же набрала набрала и вот тебе плюс полтора размера очень большая грудь я не могу сказать что она тяжелая она отвисает как бы я не ходила все время в корсете она все равно будет отвисать потому что она огромная пятого размера ты хочешь второго ребенка я хочу семью да я хочу детей я хочу ребенка да очень хочу ребенка мужчина проводит все дни со мной я ему нравлюсь но до секса не доходят говорит не хочу спешить и тут я такая в ступор стала что ну может у него такой фетиш я не знаю а значит что есть мужчина который мы только обсуждали мы устраивается с вами время проводить а он думает что после секса у него бах и оторвет чем становимся старше тем нам тяжелее найти человека с кем нам просто нравится поговорить поболтать ну для всех грудь висит разное понятие понимаете для меня она для пятого размера она не висит у меня красивая грудь но она не может в пятом размере быть силиконовый вот такой стоячий это же понятно будет любому человеку просто наверно у вас нет груди вы не знаете что такое имеет пятый размер груди так будешь на рачи вопроса нет спасибо очень приятно что я снюсь снюсь вам не скучаешь ли по москве я не скучаю по москве я больше вам скажу я не знаю хочу лежать москве я уже вам говорила в принципе когда я улетала в азию где я хочу жить я когда откроют границу буду путешествовать и я уверена убеждена найду место там где я буду жить вот я смотрела сейчас себе тонхауса хотела тонхаус взять вот жить возле леса озеро ну что у меня такие видите уже запросы конечно же я же хочу семью ну и медитации проводить конечно же в квартире не очень хочется вот и представляете если в начале я смотрела были тонхаусы сейчас все разобрали вообще ничего нет не снять какие-то там пол домов на такие ужасные состояния я не могу сказать что я вообще хочу возвращаться москву я еще рассматриваю сейчас сочи переехать в сочи жить но я сочи не жила этом только отдыхала и я не могу сказать что я прям там супер восторге но сейчас данный момент мне нравится жить где солнышко море природа да я хочу заниматься дальше своими практиками духовными курсы вести так круто и потом собирать девчонок чтобы приезжали они на поляну я уже узнавала все прикольными медитациями заниматься в горах обалденно оздоровляться класс класс у меня есть свое поэтому я в раздумья где буду жить посоветую фильм про любовь не знаю не смотрю телевизор не смотрю фильмы вот два фильма посмотрела все не хочешь больше в худобу я вешу 50 нет я не хочу больше в худобу так это не мой вес я не хочу чтобы моя грудь еще отвисла потому что если похудеешь на 10 килограмм это будет наверное это будет что-то не очень хорошо но килограмма 3 я бы скинула с удовольствием первые деньги у меня появились когда я убежала из дома в 17 лет на или 18 лет в 17 или 18 лет я даже сняла квартиру я так вам скажу здесь себе в топсе мне была такая любовь и сбежала из дома с москвы и приехала сюда не я работала работал конечно недолго месяца 32 но работал как остаться с бывшим уже в хороших отношениях возможно лет это зависит от двух людей это не может зависеть от вас никак сколько бы я не пыталась например с первым мужем со своим хорошо общаться и просить у него прощения и вообще с ним хорошо общаться как хорошо но просто по-человечески хорошо даже когда не произошла эта ситуация с дочерью да просто ради нее говорила хотя бы здрасте говорит там но вообще это подарки привозила если человек не хочет вами общаться поверьте он не будет с вами общаться поэтому а если вот второй муж порядочный классный хороший я не знаю просто замечательный человек понятное дело я могу ему позвонить там узнать он сосед моего другого мужа там дочка моя там или нет там уже поболтать он не спрашивает о моей ситуации у него там проблемы в семье случилось с женой понимаете вот это прекрасно когда вы понимаете что вы жили там большую часть я не знаю или какую часть твоей жизни с этим человеком до любили друг друга и разойтись без ненависти я вообще не понимаю зачем ненавидеть кого-то как люди живут с ненавистью для чего вы сами себя награждаете ужасным чувством прожить такую прекрасную жизнь кого-то ненавидеть или быть на кого-то обиженным это очень очень глупо на и глупейше так что делать из вас парнем но не любишь просто ему благодарна моя зайка что делать что делать но наверное вам лучше разойтись благодарна и благодарна если ты не любишь человека но ты хочешь любви раз ты не говоришь ты хочешь полюбить то конечно расходиться зачем ты мучаешь если благодарна этому человеку то осчастлив его просто тем что ты уйдешь и он найдет себе эту девушку которая будет его любить это лучшее что ты можешь сделать и поблагодарить его именно таким способом ребят бывший женился козел ну блин на что он должен не жениться хорошо спасибо я тональным не пользуюсь сейчас только под глазами кстати у меня опять проблема вылезла это под глазами не знаю два месяца получается филлер лежал более-менее было и сейчас опять глаза как впадины появились поэтому если меня смотрит кто-нибудь из краснодара и знает хорошего врача косметолога пожалуйста скиньте мне ссылочка буду вам очень признательна что детстве люблю его а он мечется не держит и не отпускает на друга восемь лет он мой бывший что делать если вас то устраивает общаться в таком же формате если нет уходите и все посмотрите если он вашим придет если нет то нет освободите место для другого человека я алкоголь не употребляю сейчас на празднике один раз выпила вот бокальчик вина но это было не очень нехорошо после него поэтому лучше не употреблять алкоголь и кстати не кушать всякие гадости потому что от этого например мне на утро не хорошо и не знаю как у вас но я чувствую что просыпаюсь я не очень делать татуровки нет я татуровки не буду делать зачем они мне зачем мне татуровки еще я бы убрала вот это на руке она мне очень не нравится прям очень не нравится но к сожалению есть и есть пускай будет с дочка дочка на поливишься почему-то говорила что может быть не вместо заранее дочь 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 своей груди вот это очень весело прыгаешь бегаешь нет как можно я скажу я же говорила вам рассказывал что я комплексовала лет до 20 лет от 23 до 24 я комплексовала так как постоянно все пялились на мою грудь и я сильно сутулилась и я теперь всем грани нефти бога до сутулилась на диетах досиделась что пришлось операцию делать нет я не выпиваю грибокал я выпила на майские праздники поняла что мне не очень хорошо нет девочки вы сейчас пишите доктора если с краснодара пожалуйста в личку напишите мне буду очень признательного а так я не такого что я прыгаю сигаю что делать парень выбрал не меня от друга друг говорит плохо обо мне не особо поняла если честно видимо его друг говорит плохо о вас поэтому выбрал не вас человек которого нет своего мнения это человек задумаетесь нужен вам или нет я могу сказать что я с таким человеком жила даже когда у человека нет своего мнения то получается его могут тягать за веревочки в разные стороны и от этого будет зависеть ваше состояние погода в доме вашей семьи вам это надо не сначала не свое мнение вам не нужен однозначно нет даже не думайте что значит друг сказал господи боже мой что значит друг сказал значит у него и друзья еще такие бываешь в украине было один раз надеюсь что скоро приеду спасибо большое спасибо за приятные слова что для тебя значит счастье да просто жить жить наслаждаться всем что происходит вокруг знаете после того что произошло с дочерью вот у меня и забрали я закрылась от своей семье и а у меня всегда так когда у меня что-то в жизни происходит многие люди приходят к своим родителям да и поддержки просят я другой человек я настолько закрываюсь что я не общаюсь семьей я понимаю что они переживают за меня но я не хочу чтобы мои родители например видели как мне было больно и плохо я наоборот говорю не надо не пишите не звоните не трогайте меня пока вот я приду в себя вот когда я приду в себя мы будем вместе я не я видела что родители мои очень переживали и сейчас я настолько счастлива что я вернулась в состоянии которое у меня было вообще до проекта конечно же мне не хватает моей дочери но я опять близка к своим родителям это волшебно что я понимаю что у меня замечательная семья что мы одно большое целое и что вот как я по ним скучала этот год я не знаю почему вот есть такие люди знаете которые вот прячутся вот я пряталась от них вот они мне звонят они хотят меня поддержать я вот ну не хочу с ними разговаривать а сейчас я понимаю что слава богу я прошла вот то и пускай это останется в далеком прошлом и больше никогда мне не коснуться такие ситуации и знаете даже не плачу и сейчас я говорю зачем тебе это я рада что у меня такая шикарная семья благодарна 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 о боже спасибо что я сейчас с ними провожу этот карантин мы с моей сестрой ни разу не поругались посмотришь какие у нас характеры с сестром мы ни разу не поругались ни разу я например знаю когда там например у нее нет настроения что нужно уже промолчать вот это круто счастье это моя семья для меня для меня все счастье я вам говорю я хожу на цветочки смотрю и я безумно счастлива что я перестала это все видеть ты когда на чем-то зациклен например вам кажется что вот беда беда это не зациклит ты ничего не видишь вокруг а если посмотреть вокруг все такое прекрасное все так хорошо все такое красивое и московский ритм у многих людей сбивает и московском ритме ты не видишь вообще много всего не видишь тебе нужно постоянно работать быть успешным быть крутым выживать и ты не видишь мелочей и как-то ты летаешь отдыхать и для тебя это как должное отдых должное от тусовки должное ресторан и вот ну это уже знаете так обыденно боже я сейчас понимаю в каком месте я прекрасно родилась вы не представляете ну когда смотришь на море ты просто у тебя слезы счастья на море на солнце на природу какая у нас красивая природа поэтому я не знаю хочу ли я в москву возвращаться возвращаться в этот ритм жесткий мне нравится мое состояние сейчас мое состояние души спокойствие я нет я наоборот не грущу я рассказывал про своих родителей и я понимаю свою сестру вот насколько я сильно люблю так вот постоянно меня спрашивают мои родители не живут в туапсе очень много лет мои родители переехали когда мне было мне было вообще года четыре наверно года четыре мне было мои родители переехали потом забрали нас когда мне было пять лет мои родители не живут здесь мы забрали маму сюда папа не поехал у него девушка и он живет с ней кстати моего папа подозрение на коронавирус ему плохо все эти дни это краснодарская игра края да ой размер груди у меня сейчас большой девочки почти пятерка так откуда ты читаешь столько энергии вот слушайте я сейчас как вы видите не особо много занимаюсь инстаграмом я в принципе веду эту страничку это блок моей жизни до с любовью сейчас мы будем писать эти матические посты буду вам показывать откуда я черпаю каким медитациями занимаюсь будут будут полезно для вас счастлива безумно красиво очень радостно тебя спасибо большое да я пришла в свое прежнее состояние и для женщины это наверное самое главное быть спокойной в спокойствии находиться вот мне за два года столько произошло и вообще я рада да всему что происходит мы делали это не шутки да ты с моим папе сделали пару раз мне очень понравилось что делаешь каждый день ой моя золотая что только не делала слушайте первый месяц я очень много занималась вот сейчас у меня видите мы еще сайт разрабатываем а еще когда я прихожу я хожу вот как я выезжаю там на примерку одежда я выхожу постоянно захожу в ткани я уже столько всего себе намотала а я не знаю вообще люди будут выходить сейчас летом или нет потому что такие крутые костюмы девчонки придумал но это просто нереально бомбезно вот чем я хочу заниматься и мне не важно мне говорят многие это не будет приносить много денег да для женщины не это важно мы мы себя мы должны заниматься творчеством мы девушки мужики пускай занимаются вот зарабатывают бабки а мы через творчество и поэтому мне нравится рисовать мне нравится заниматься вещами слава так сколько лет кто на по гороскопу слава водолей что у вас с лёши с каким лёши с моим бывшим господи да у нас ничего нет мы уже не общаемся тысячи лет когда домой можно ли к тебе приехать на какую даже не знаю наверное на такую глубину пока они начнут уши болеть я люблю нырять обожаю мне 31 лиза куда ты пропадала так у вас на бровях первым нет слушайте вы знаете недавно сделала и у меня ничего как бы не проявилось поэтому сейчас я делаю брови хной или краской я ни с кем не ругалась просто есть люди которые мы разные нам не по пути все вот самый часто задаваемый вопрос когда замуж серьезно вот почему мне спрашивать время когда замуж мне бы парня был для начала ну что ладно это шутка мне нравится сейчас я наслаждаюсь своей свободой я понимаю что если мне будут отношения это уже некие ограничения да и конечно же если это моя судьба я готова к этим ограничениям буду безумно счастлива но так как я была замужем не один раз я думаю что мне можно наконец-таки выдохнуть и побыть наедине с собой и воспользоваться и получать удовольствие от того что происходит в моей жизни сейчас и даже та ситуация которая у меня произошла с дочерью она живет сейчас с папой поэтому я могу спокойно учиться путешествовать развиваться вот нужно это время использовать на пользу ты была в джубге ну в смысле проезжать я и проезжала нравится как ты разговариваешь обожаю тебя спасибо большое поэтому замуж меня не гоните пожалуйста можно я по будущем одна если не в россии я не знаю хочу лежать в россии поэтому скажем рассказал какой у тебя сейчас в алтай на алтай шампунь то очень красиво и позитивно буду ждать скучно да согласна что скучно с кем общаешься из дом 2 на самом деле с кем общаешься с дом 2 есть ребята с кем я общаюсь но с парнями даже общаюсь ну хорошо мы общаемся вот но всегда на протяжении вот этих двух лет как мои дела узнает только одна участница это саша черно я под не понимаю когда мне говорят что ее не любят я знаю сашу как друга и саша всегда меня поддерживает всегда мне пишет всегда на протяжении всех судов саша узнавала как проходят суды поэтому саша черно она очень крутая не знаю как почему она вам не нравится то что показывает видимо очень интересно только поговорили об этом кто-то это кто конечно же ухажеры в моей жизни и мужчины которым я нравлюсь они есть это было бы странно да если бы их не было вот но чтоб кто-то меня там задел и мне нравился такого мужчины в моей жизни нет мой любимый парфюм я уже много раз говорила это монтабака а мне муж изменил я неприятная ситуация конечно мы вас поддерживаем всем женским коллективом а может быть мужчины тоже поддержат вас но иногда люди изменяют может быть знаете от отчаяния может быть вы настолько сильно поругались или устали друг от друга что мы не можем залезть голову другому человеку к сожалению и что для него значило это измену мы не знаем привет 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 ну давайте вы уж не будете кто-то прощает измены кто-то не прощает как вызвать у человека к себе нежные чувства и тактильность ой вы знаете даже самые 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 такие холодные мужики когда рядом с ними девушка девочка конечно ей хочется обнять для нее что-то хочется делать и вообще с ней нужно быть женщиной девочкой вот мой даже друг мне говорит лис ну ты посмотри на себя ну как тебе может не хотеться помочь там ну вот как я же такая всю сипуся вот вот и вот я встречалась с такими прям вот знаете они такие жесткие и когда наедине ты с ними они все равно тебя обнимают целуют потому что рядом с ними девочка нужно в этот момент становиться девочкой вот вопрос вот эти вопрос Алексей и Лиза их давно не существует у нас не было любви я уже рассказывала это были невротические отношения поэтому это не про любовь не про любовь это два разных человека которые просто мучили друг друга я к нему нормально отношусь и поэтому вообще когда нас про нас что-то спрашивают это как-то вот может забудете у меня как бы я с Захаром встречалась что про Захара не спрашивать у тебя кинь крутой трет если у тебя секрет на миллион секрета на миллионы нет нужно быть хорошим человеком хорошим человеком мне 35 и найти мужчину когда они пишут про возраст мне вы знаете сегодня Слава смотрела она смотрит давай поженимся Гузева сказала что после 27 женщина это все уже типа я сидела смотрела думала да ладно я говорила в 25 что в 30 я буду самый сок и я сейчас самый сок я такая красивая такая сексуальная я мудрая я намного интереснее чем я была в 23 не понимаю таких высказываний мне кажется это зависит все-таки от женщины у меня не 35 размер ноги что же вы спасибо конечно мне 37 все изменяют но не все бабы об этом знают господи если мужчина просто пошел заниматься сексом зачем мне например знать если он меня делает счастливой и он там где-то кому-то присунул да ради бога главное чтоб я об этом не знала и прекрасно спала конечно же я бы не хотела это представлять и никто бы не хотел господи зачем начала это представлять это неприятно да я скажу все по-разному так девчонки если бы узнала про измен давай тогда я выключу вопрос или что если бы то что бы ты сделала слушайте когда я узнала об измене мне человек сам позвонил в слезах сказал что он мне изменил я сидела и его успокаивала но я понимаю что я его не простила и первый наш секс это было бра я представила что он спал только женщина все я не могла это я не могла это принять это невозможно принять это могут принять наверное может быть свингеры я не знаю я не могла это принять поэтому может быть разные ситуации я не знаю но по мне было это меня тошнило я представлялась другое это ну видишь я сама виновата вот мне захотелось я представляла ну вот это дура вот зачем я это представляла себе идиотка нужно было если простила то простила все не думать об этом мы прожили 6 лет я узнала слушайте ну вы хорошо вы можете хотя бы нам написать как он вам изменил у него был один раз секс или он общается параллельно с другой женщиной ему интересна другая женщина да если ему интересна другая женщина он общается с другой ну конечно это очень неприятно ну многие мужчины не уходят от своих жен они меняют им живут с другими женщинами и не уходят от своих жен нормально имеют две семьи мы уже говорили про многоженство где-то так разрешено ребят ну мужчины такие любила по-настоящему вот этот вопрос про настоящее я не знаю что такое настоящая любовь когда я узнаю я вам скажу что вот я люблю по-настоящему но ведь в этот момент мне может казаться что это по-настоящему а потом это все знаете вот эти розовые очки они разобьются и мы уже зачастую в розовых очках пребываем первое время наверное любовь это когда уже ты прошел с человеком не один год не одну преграду ведь это труд труд большой труд отношения семья но приятный в 20 вообще не как семья а в 20 обожаю себя если у тебя про измену писюна отрежу я вспыльчивая в такие моменты когда мне задаются такие вопросы я понимаю что я не страшно влюблять страшно любить человека ведь ты можешь ему настолько доверять да он может предать послушаешь некоторые истории сидишь и думаешь блин да хорошо что я одна не знаю не знаю но я убеждена что уже там за 30 лет мы уже знаем чего хотим и в принципе я буду искать человека которого будут интересы наверное схожи с моими и это глупо если он меня про е из-за какой-то там из-за какого-то одноразового секса все-таки надо себя любить уважать если человек не боится вас потерять то это то это не любовь наверное про импланты зайка не знаю вообще так лиза где можно куп уже купаться у нас в городе что там спросили лиза такой красивый добрый как можно у тебя фамилия мужа сейчас бывшего нет у меня фамилия моя ответишь личико что за ты куда смотрят ой спасибо девчонки вот насчет давайте поговорим вот насчет ругаться ругаться эмоции многие знаете ходят в зал и развиваются только свою пятую точку да свою фигуру тело они развиваются они читают книги и кстати эмоционально я всем говорю эмоционально надо тоже развиваться вы наверное часто видели в компаниях или где-то когда люди начинают ругаться сидишь и думаешь это так неприятно это так негативно когда люди кричат на других людей на работе понимаете что они над собой не работают нужно над собой работать и ни с кем не ругаться бывают ситуации когда ты вспылишь и ты же потом смотришь на себя со стороны и думаешь фу какой я мерзкий вот как я сейчас разговариваю поэтому мы обходим эти ситуации пытайтесь обходить ситуации не общаться с теми людьми которые вас выводят такие есть лярвы знаете которые специально могут вам говорить что-то вводить вас и вы себе знаете поставите пятерку и скажете вау круто я ничего не ответил я выше этого вот это круто девчонки давайте без вот да 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 сейчас все про измену как перестать много кушать весь пищевой мусор в себя слушайте не знаю как перестать много кушать я сейчас много не кушаю но мне нет такого желания я кушаю вот насытилась и перестала есть при этом я думаю можно кушать все так здравствуйте хотите попасть на дом 2 да попадите туда Настя рыбка я не знаю кто это что лучше быть милой стервой или послушной зайкой слушайте нужно быть самой собой ну вот мы проходили на курсе у нас 4 женские состояния нужно их включать в правильные моменты не знаю я не считаю себя стервой когда мне говорят что-то такое мне даже как-то это неприятно я не понимаю для кого быть круто стервой что ну это знаете там не знаю может 20 лет какие-то фильмы насмотрели стерва нужно быть собой где-то нужно быть милой где-то уступчивой где-то быть зайкой по-другому никак по-другому у человека будет неинтересно если вы однообразная я не представляю чтобы я одевалась в одном стиле и так же себя вела одинаково я же бываю разная я бывает выхожу к вам просто там ну конечно сейчас я выхожу еще нередко но бываю очень спокойная бываю мега веселая но вот в первой половине дня я мега активная конечно так приветики приветики за лишний вес тогда ты выглядела на все сто ты на острове переживала ну я весила меньше чем сейчас тогда поэтому у вас как относитесь к этому слушайте у меня опять началась проблема со страницей вы даже не поверите после чего после соуса того вот мы его удалили так он исчез на геолокациях на хэштегах я не знаю сейчас какой-то видимо новый блок просто он единственный исчез у меня все топки все фотки которые представляете я выкладывала когда помните была в Таиланде и на Бали я же не виднелась нигде я же была в таком жестком блоке а сейчас везде выходишь и я везде в топах я думаю ничего себе а эта фотка одна исчезла и мы ее удалили потому что что-то не то стало опять страницей и я надеюсь что все вернется так как у меня это если честно немножечко вот что меня немного подламывает и мне хочется уже иногда правда взять удалиться и думать ну мне уже надоел как бы я переживаю так как я вкладываю эмоции силы не знаю иногда прям грустинка бывает ну типа знаете только начала видеть аккаунт все супер класс а потом фигакс опять что-то не то и ты думаешь что три месяца ждал и вот и сейчас я как бы постоянно розыгрыш устраиваю там вкладываешь и деньги и вот такая ситуация была неприятно я расстроилась потом поняла что мне расстраиваться будет как будет как бы меня долго не было знаете у меня все хорошо страничка все равно меня люди любят мне не нужно знаете как некоторые есть личности которые на проекте они цепляются потом со бывших участников там обсуждают дом 2 бывших участников не знаю либо быть ему надо в паре ну как единицы они не интересны и пропадут они на полгода и потом о них особо никто и не вспомнит но зайдет посмотреть вот три месяца меня не было вот знаете как бы все хорошо я поставила на активность все супер спасибо вам большое что вы меня просто любите как человека знаете и мне не нужно для этого с кем-то собачиться обсирать кого-то что-то придумывать просто есть я есть вы это самое крутое ой так хочу встретиться так так хотите встретиться со мной а вы где живете какие ресницы как заинтересовать парня мне кажется об этом явно не надо думать как заинтересовать парня ни разу не думала об этом если ваш человек вы его заинтересуете по любому просто иногда ты можешь заинтересовать его только визуально многие не любят девчонок умных активных успешных они себя чувствуют но мы уже обсуждали с вами многие мужчины не многие а большинство мужчин все таки у них больше комплексов чем у нас у женщин они этого не показывают но это есть им легче выбрать какую-нибудь мышку слабительные для похудения ой да слушайте что я только не пила для похудения в один период представляете вот такой вес я сгоняла просто такими способами таблы жрала такие таблетки китайские как наркотики тебя так фигачит от них жесть в Ростове давно я была слушайте мне дали такой магазин там классные ткани я теперь лежу выбираю и думаю боже что я буду шить дальше в Анапе живу хочу приехать в Топсе да вам далеко ехать с Анапа зачем зачем так ладно что будешь делать если окажется одна на необитаемом что будешь делать если окажешься одна на обитаемом острове слушайте ну тогда и поговорим посмотря какой обитаемый остров что на нем будет ну жить как все живут люди что еще можно делать на обитаемом острове выживать как ты набрала вес почему так светишься господи успокоилась женщина когда успокаивается она себя прекрасно чувствует она счастлива откалитесь 1 июня да никто вас не пустится да ух ваш секрет счастья зайка мы уже обсуждали вы сколько может сидим в эфире что вы думаете если бы при рождении мы сами выбирали себе имя какое выбрали бы имя октавия это просто мне пришло в голову не знаю мне мое имя не нравилось в детстве я называла себя славой когда со мной все знакомились я говорила меня зовут слава мне так нравилось имя моей сестры но это понятно если я владу назвала владислава я четко понимала что мою сестру зовут станислава и кто-то называл стася кто-то славой что влада сама выберет будет ее называть владой или славой но если бы я назвала ее просто станиславой это как бы было бы совсем так поэтому владислава владислава ну как бы она сама уже выберет себе как ее называть я не знаю на машине наверное пустят вас а вот на самолетах встречают и сразу сейчас на вокзалах тоже проверяют людей какие мы пользуемся матовыми помадами у меня сейчас нарсовские как вы похудели ой моя зайка я не худела я же говорила монтебака прям любимые духи монтебака я обязательно сделаю пост я поняла раз в неделю пост о том чем я пользуюсь косметикой вот это все просто у нас сейчас план составляется у меня целая команда сейчас будет работать вот чтобы вам чтобы вам было все интересно не спрашивать по тысяче раз так мама с папой не живут мама с папой не живут конечно же уже очень много лет мне было 13 лет когда они разошлись мама была уже замужем на самом деле мама еще не знает но вот я смотрела я бы хотела чтобы моя мама с детьми жила со мной вот вот потому что в танхаусе в принципе жить одной глупо правда потому что они там все минимум 3-4 комнаты двухэтажные конечно дети это так когда они кричат сходишь с ума но хочется маме надо помогать вот так автозагар я не пользуюсь у меня у меня у меня я такая загорелая ну конечно же я не врач я не могу сказать от чего именно у вас отечность она бывает от разного возрасте после 20 хотя нету некоторых отечности по-моему у меня подружки были вот мы здесь очень вкусное пиво ходыжинское я помню мы купим рыбки солененькая ходыжинского пива выпьем и просто на утро все отекшие у меня всегда было шикарное лицо я вообще не отекала а в какой-то период я начала вот сидеть на диетах оттуда появилась и отечность и мешки под глазами диета это зло откроют курорт да скорее всего ничего не откроют ну все давайте я уже ну да завидовать не надо самые минимальные то я не спрыгнула бы с парашюта так убираю я вопроса и все да на москву мы маму привезли сразу мы знали что закроют будут закрывать уже города ну и то их не закрыли все равно все ездят мою маму свою забрали а папа вот не приехал мои любимые цветы роза вот я подарила сестре букет вот я вчера выставляла что у ребят розыгрыш это мои розы большой букет еще 101 розы я люблю розы пионы ну еще можно пионовые розы мне тоже нравится я люблю цветы и считаю что цветы должны у женщины стоять всегда в доме если она их любит конечно если она их не любит то нет вот и это прекрасно когда у тебя дома каждый день цветочки да пиво да пиво это женская класс не пью пивас вот видите я вам говорила у меня периодами так совсем то я могу просто это пиво пить каждый день и мне по кайфу просто обожаю пиво как лимонад вот заходит оно то я вообще его не пью сколько уже не пью пиво больше наверное чем полгода у меня больные почки я не могу сказать что я люблю пиво сейчас на данный момент но иногда я прям на нем сижу вот прям плотно сижу вот прям человек пивас вот могу прям вот выпить три бутылки в день вот чисто пивнарь лизон не знаю сейчас будет это или нет так как я немножко занимаюсь сейчас другими вещами где алкоголь не приветствуется так как после алкоголя поверьте медитациями заниматься вообще чем-то очень не что ваши клеточки закупоривается каким-то гадким ядом а этот яд это алкоголь где мамин муж мамин муж в москве я уже долго с вами общаюсь правда была очень соскучилась по вам надеюсь что мы что-то тут поговорили по-моему немало да после того ребенка сходите к врачу может что как ненатуральная на ощупь чтобы ты сказал в этой ситуации но всегда трогает ее ой мужчины они иногда не думают что говорят поэтому я бы ничего не сказала уже я обожаю кофе о пожалуйста девчонки есть же кофеманки а то мне многие писали из вас что это невозможно бросить кофе пить как бросить пить кофе как бросить пить кофе пожалуйста подскажите мне нужно бросить пить кофе потому что я кофе пью с молоком а у меня от него жесткая сыпь очень нехорошая кожа потому что это единственное что сейчас меня радует на карантине и я не знаю как избавиться может какой-нибудь крутой чай мне заказать ой я помню у меня девчонки присылали потом отметку ставили меня в сториз что я говорю но у меня нет типа я не знаю остальное но если что у меня не было понятное покрытие когда я был состаре Да, я уже выхожу, ребят Мы уже очень долго сидим, я уже прям устала Спасибо вам за прекрасный вечер Поболтали, вопросики обсудили Всех обняла, поцеловала Была рада вас видеть Буду делиться с вами, почему уже такая Я счастливая и прекрасная И вообще, что и как Происходит в моей жизни Ой, я тоже вас сильно люблю Кстати, сегодня мне столько комплиментов написали девчонки Особенно, когда появился белый хвост Интерес торчит, но пофиг Главное, что я его прикрепила Я зашла и очень редко стали, кстати, гадости писать Ну, пишут, понятно, куда без этого Ну, и я рада, что я меняю свою страничку В другую сторону Поэтому пускайте А, они отписываются